Всем приветики! Смотрите, как красиво у нас сегодня начинается влог. 14 число. Веды. Да, мы выехали прогуляться по океану. Никого вроде нету. В общем, мы немножко прогуляемся. А что у меня задание танцевать? Танцевать в школе задание, да, сделали. Пойдем на океан. Ура! Погода! Природа сегодня замечательная. Погода вообще. Очень-очень тепло. Дядя Голый бегает. Ох, какой дядя бегает. Ох, какой дядя бегает. Да. Приехали на океан, а там все желтым затянуто. И здесь, видимо, все желтым затянуто. Так что особо-то не погуляешь. Мы приехали на это место прикольное, которое. Красивое местечко. Все перекрыто. Ходить нельзя. Ой, пеликашки, пеликашки. Классные. У меня крылья вот такие. Огромные крылья. Вот такие. Да. Они не вот такие, а вот такие. Вот такая вот красота. Да, кусочек, кусочек я вам покажу. А мы одни. Абсолютно. Да, вот такие. Они тут какие-то. С собакой гуляют. Все без масок. В общем, у нас губернатор сейчас выступает. Я не знаю, вечером посмотрю, что он скажет. Вообще, принимают решение, что нужно делать какие-то послабления. Вот. Какие будут послабления. Не знаю. Не знаю, какие будут послабления. Но пока вот, блин, как же классно на океане, девочки. Так, запертись сидеть, конечно, хорошо. Но океан гораздо лучше. Еще немного океана свежего. Ветра все. Все закрыто. Вот люди как в лесской меске здесь. Люди сидят, отдыхают. Любуются. А вот с собой. Ой, там вдалеке военный корабль. Видимо, стоит. Вон там, смотрите. Фокус. Вернусь. В военном. Далеко там корабль. Который переводит в русле. Давай. И фирс. Ну что могу сказать. Прибрежная зона кишит. Людьми и все паркинги. Ну то есть с этой стороны, с правой стороны сейчас, да, паркинг свободный. А вот с левой стороны есть отдельные паркинги. Вообще, куда можно заехать. Как бы на пятачок совсем близко к океану. И там стоят полицейские. Я сейчас за рулем, естественно, я сейчас вовремя просто отключусь. Иначе, иначе будет попа. Вот. Но так вот, посмотрите, сколько людей. Все на велосипедах. И вообще очень-очень много людей гуляет. Так что, не знаю, социальную дистанцию держит ли кто-то или нет. Ну, может быть, может быть, и держит все-таки открытое пространство. Вот, посмотрите, сколько людей гуляет. Красиво, конечно. Я хотела записать вам все это дело. Но я сам... Ой, какая машина. Все, вот она. Красивая Калифорния. Вот вверх. Видно там? Видно чуть-чуть. А вот там, в далеке, полицейский стоит уже на паркинге. Встретили розы. Посмотрите, какие потрясающие розы. Куст с розами. Класс. И вот такие вот тоже. Очень красивые. Очень красивые розы. Улицы пустые. Просто никого нет. Красота. Тишина. Красивенько очень. Очень красивенько. Безлюдненько. Какие старички встречаются. Вообще. По дорогам можно прям по дороге ходить. Ни там никого нету. Ни тут никого нету. Одни пальмы. А? Машина поехала. Класс. Домики. Ничего здесь такие хорошенькие. А там в окне огромный медведь сидит. Гигантский просто. Обожаю такие спальные районы Америки. Ну это же просто прелесть. Просто прелесть. Гулять одно удовольствие. Но дорого здесь. Все дорого. Вот такой вот домик плоский. Мне кажется, любой из них будет стоить более двух миллионов. Представляете, как бы кошмар. А там какой красивый дом на той стороне. Красивый дом. Елка, елка, елка. Красивый домик. Помимо прогулки у нас сегодня праздник живота. И посмотрите, как они работают. Это рубиос. Это мексиканская еда. И, ну, такого, довольно высокого качества. Вот. И теперь все такие заведения, они работают с собой. To go, либо пикап. То есть онлайн заказываешь. И забираешь. И люди в машинах сидят. Вот вокруг меня вот. Вот дядечка вон там, тетечка еще. Все сидят в машинах и ждут. У нас сегодня будет снова обжорство. Ну, там все вкусно. Там только, наверное, кукурузная лепешка не очень вкусная. Не вкусная. Она очень вкусная, не очень полезная. А так там рис, курица, бобы. Ну, короче, опять все очень калорийно, конечно. Но не сильно ужасное питание. То есть это все не бургеры какие-то или жареное там, что-то в массе. Потому что есть у нас мексиканки, которые там делают корнеосадо прайс, по-моему, называется. Вот там все жареное. Тоже очень вкусно, но там пипец вообще. Там картошка фри жареная с жареным мясом. Все это со сметаной, с галакамоли. И, в общем, там убойная просто вещь. И это намного легче и мягче. В общем, хотела показать, что вот все такие заведения теперь работают на вынос. Внутри нельзя не посидеть ничего. Ну, и снаружи тоже нельзя. Там вот у них столики. Тоже сидеть нельзя. В общем, все, берем еду, едем домой. На часах уже 4 часа, не поверите. Мы сегодня и по делам съездили. Поэтому получается, что вот уже 4.15. Ох! 14 число. Я надеюсь добить все-таки. Если не добью, ну ладно. Потом добью. Сегодня шикарная погода. Просто 15 марта. Ну, прочее, как и вчера. Я думаю, что все. Ура-ура! К нам идет лето. И будет красота. Сегодня убралась на балконе. Погода хорошая. Попыталась помыть я эти полы. Это, короче, то еще действие. Действие, ну, в общем, чисто. Лучше не получается. Пролила сейчас цветочки. Развернула. Потому что он у нас на одну сторону. Его зовут Федор. Если что. Федор у нас растет на одну сторону. И сейчас я вот здесь вот так вот сцепила. Там у Дианы нашла такой зажим. Потому что этот куст тоже сильно болтается. И развернула немножко. А здесь у мужа вот одинокий все стоит. Апельсин, мандарин, лимон. Я не знаю кто. Он потихоньку вот так вот растет на тоненькой-тоненькой ножичке. Ну, в общем. Садовники еще те. Блин, надо залезть вообще. Это дело почистить. А то я деловая его пролила. А убрать ничего не убрала. Листики засухшие. Вот. И летучком своим сделала. Летучки. Сделала свежий сироп. С Адрианом сейчас отзанимались мы. Пока занимались, повязала. Кажется, это очень удобно. Еще вам сейчас что покажу. Я вчера мыла окно на кухне. Вот. И что обнаружила? Помыла я вчера, значит, с утра окно. Я стала стирать просто шторы. Посмотрела на окно. Думаю, надо помыть. Максимально, как смогла, я помыла. Потому что оно здесь... Ну, в общем, не буду объяснять. Вот. И я вчера обнаружила. Я вам сейчас попробую это дело показать. Я вам сейчас пальцем ткну и буду прибавлять. Вот там вот белое пятнышко. Вы видите между кустиков? Вот там вот. И это гнездышко калибри. Я пока мыла, заметила, что оно туда подлетает. Я сначала думала, что оно там собирает пыльцу. А потом уже мужа позвала. Я говорю, что там такое? Он говорит, это ее гнездышко. Потому что оно отлетало туда, садилось, возвращалось. В общем, классно так вообще. Мы нашли миниатюрное. Оно просто крошечное там, это гнездышко. Но мы его заметили. То есть вот такая вот прелесть. Вы же видите сейчас там калибри, да? Швелится. Я надеюсь, видите. Такие максимальные я. Все, это максимум айфона. Он больше не приближает. Но я думаю, что вы видите, что там зелененькая, да? Такая сидит. Маленькая-маленькая зелененькая птичка. Я постараюсь, может быть, подловить момент, когда она отлетает, подлетает. Чтобы вам было лучше видно. Но, в общем, такая вот прелесть. Весна, вовсю весна. Красота. В общем, влог у нас начинается. Видите, какой зум хороший-то, в принципе, у айфона. Влог у нас начинается болтологически. Я думаю, что я наболтала суммарно уже минут на десять. Вот. Пойду. Все. Все на сегодня точно. Все с домашними делами. Балкон помоет. Вроде бы везде было мне чисто. Так что можно и садиться довышивать. Нужно довышивать сейчас эту работу. Вот. И что? Я не знаю, что мы будем дальше новое начинать. Посмотрим, куда меня дернет. В какую сторону. И да, сегодня уже шестнадцатое марта. Но вчера на часах 8. 8.08. Я сегодня по-быстрому поговорила с родителями. То есть я уже встала, кофе попила, с родителями поговорила. В общем, утро у нас, как всегда, раннее. Вот. И вчера я закончила все-таки. Оказалось, что здесь довольно прилично было крестиков. Так зрительно казалось совсем мало. Но я вышивала, наверное, еще часа три. Представляете? Хотя всего-то оставалось совсем чуть-чуть. Так что работа закончена. Все. Я вчера, 15-го числа, прям ровно в полумесяц, я уложилась, я уложилась, я вышла. Надо будет сегодня все это дело разобрать. Сегодня у нас еще четверг. Как мама моя говорит, чистый четверг. Красим яйца. Вот. И я не знаю, что делать с куличом. Сейчас я вам покажу. Вот красиво. Когда вместе так вот смотрится. Красиво, конечно. Это очень насыщенно, да, в сравнении с этими. Блин, надо было ее в середину сувать. Ладно, посмотрим, как остальные будут выглядеть. Хотя из одной серии, да. Ну, смотрите. У меня еще будет два вот таких вот больших куска. Сверху и снизу. И потом по углам маленький из гарден серии. Вот. Так что пока эту работу откладываем. Надоело, если честно. С утра я положила перед собой два набора. Один, правда, уже убрала в сторону. Все-таки, все-таки, да. Все-таки калибры. Лежал передо мной вот этот набор с калиброй. И девушка от Ланарты, Сарамун. Вот. Она тоже тут рядом, недалеко со мной. Но я просто рукой не бодину сейчас. И этот победил, потому что, ну, мне кажется, тут вышивать-то вообще и нечего вышивать. Я думаю, что мы с этим очень-очень быстро справимся. Так что берем сегодня эту работу. И по плану сегодня сейчас. Что я делаю? Я сейчас иду, ставлю в лице яйца. Диана сейчас в 9 часов у нее начнется китайский. Потом она занимается. Мы будем красить яйца. Мне нужно приготовить еще, ну, обычную нашу еду. Просто покушать. И посмотрим, что мы будем делать с куличом. Я кулич обычный, ну, как бы мы не покупали. Мы покупали, как он называется? Я забыла, как он называется. В общем, ладно. Если вспомню, потом скажу. Ну, так как сейчас в магазин мы не ходим практически. Точнее, ходит муж, а говорить мужу, вот, найди вот то-то, 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 то-то. Как бы, я думаю, все девочки понимают. Что к чему и кто, что будет искать. И куда я, куда я из дома пойду сама отыскать. В общем, он ходит только за знакомыми ему продуктами. Вот. И я посмотрела, у меня есть в доме дрожжи. Я думала, что у меня дрожжей нету. Для меня самое страшное, вообще не люблю возиться с тестом. В принципе, не люблю. Всегда этим занимается муж. Если что-то готовит, вот с тестом всегда он возится. Вот. И дрожжевое тесто, это вообще катастрофа для меня. То есть, я за свою жизнь, ну, может быть, раз так, ну, суммарно раз 10 что-то готовила с дрожжевым тестом. А не всегда это у меня получалось. И дрожжи есть в доме. Мы будем сейчас пробовать делать куличи, которые вот эти маффины, краффины, такие популярные. Сейчас я посмотрела на ютубе и в гугл вчера вбила. Он у меня первый выполз. Я почитала, посмотрела. Вроде бы не так все страшно. Но, знаете, чем я не люблю дрожжевое тесто? Я человек, которому нужно... Вот пошел на кухню, быстро все за час сделал, все до свидания, сказал кухне и ушел оттуда. Когда нужно что-то куда-то отложить, это для меня уже так немножко, немножко меня раздражает. А когда это нужно будет, вот это вот, оно поднялось, надо его опустить, потом нужно еще раз отставить, потом разделить на кусочки, опять накрыть, пусть полежит 20 минут. Это капец! Просто для меня это убийство. Вот это несколько раз откладывать. Ну, посмотрим, решусь я сегодня или не решусь на это. Пока смотрю на работу, вспомнила, что да, я все-таки сделала здесь свои инициалы. Вышила свой год, числа не стала вышивать, сделала вот такие же алжирские глазки здесь. Здесь алжирские глазки, почему-то я решила, что они вот этого цвета, но это ошибка, я ее исправлять не стала. Хотя, может, исправлю еще, не знаю, посмотрим. Видно, что они отличаются. Вот. Думала, как сделать фамилия, имя, отчество, но тогда получалось гэп. Ну, гэп, как вы знаете, здесь есть фирма одежды такая, я думаю, нет. И, в общем, я решила, что все-таки имя, отчество, фамилия. Вот так вот получилось. В общем, что получилось, то получилось. Опять наговорила очень много. Пошли заниматься мы делами. Время уже практически 12 часов, мы только приступаем к яйцам. Пока кулич, пока убралась я, в общем, Адриана открыл коробку, вы понимаете. Просто хочу вам показать коробку, как все все-таки сделано удобно. Берешь коробочку, стоит 2 доллара. Причем я брала, по-моему, после Пасхи за доллар. Обычно после праздников 50% скидка. Что классного? Классно то, что есть уже вот эти стаканчики. Не нужно искать никакие ни кружки, ни банки, ни склянки, ничего. Есть стаканчик, есть краситель, есть еще восковый карандаш. Все. Растворяем в уксусе. Добавляем комнатной температуры воду. И опускаем вот такой вот ложечкой яйца. Все гениальное просто. Стоит копейки. И не надо ничего, в общем, пачкать. Взял потом, вылил, выкинул и забыл про все. Мы в процессе. Это первый у Адриана. Адриан выбрал зеленый и голубой. У меня достался мне розовый. А у Дианы желтый и оранжевый. Посмотрите, какие яркие они получаются. Вообще. Очень яркие, классные. Я имею в виду, мои труды не прошли напрасно. Действительно, не прошли напрасно. Тесто поднимается. Это радует. У меня даже, ну, в общем, все вроде срослось. Не срослось только то, что я думала, у меня есть форма для кулича. А у меня их не оказалось. И мне приходится все делать. В обычной кастрюле будет один большой кулич. Вот эти маффины, краффины, в общем, делала все по рецепту для этих краффинов, куличей. Вот. Но в итоге получается, что у меня будет просто обычный кулич. В общем, два раза я ждала по часу. Да. Я это выдержала. И даже не забыла. Так что сейчас разогревается духовка. И я отправляю кулич в духовку. Скоро, надеюсь, будет готовый результат. И очень надеюсь, что будет все классно. Пока идет все нормально. И оказывается, и оказывается, это вообще ни разу не сложно. Нужно просто себя на это время занять. Вот. В первый перерыв я тут успела наготовить всего остального, пока поднималось это тесто. То есть, я приготовила... Ну, в общем, я потушила мясо. Вот. Я сделала фарш куриный для... Ну, в общем, мы балуемся все с нашей сушилкой. Хочу сделать куриные сосисочки такие тоненькие. Я вам сейчас покажу, какие они у нас получаются из мяса. Вот. Я хочу с курицей попробовать сделать. Замесила, значит, это. И, в общем, так тут. Там, в общем, кухню протерла и час пробежал. Вот. Во второй час я везде пропылесосила. И вот мы стали красить яйца. Так что, в принципе, главное далеко от кухни не отходить. И не забывать. Не вышивать, самое главное. Не садиться за вышивку. И за просмотр каких-нибудь видео. Вот там время пробегает очень быстро, незаметно. И можно просто-напросто забыть. Вот. Так что у меня все поднялось. Тьфу-тьфу-тьфу. Все нормально. Отправляемся в духовку. Очень вкусные пивчики получились. На самом деле. Таканьки поставили. Мне очень красиво смотрится. Пока я была в душе, мы немножко подгорели. Ну, совсем скромненько. Не так уж сильно. Но все же. Придется мне теперь в любом случае сейчас искать рецепт вот этой вот глазури сверху. Ну, потому что, как бы, как бы, да. Вот у меня во всем так. Ну, не так все совсем уж плохо. Но, ну, да. Надо будет украсить. Села, разобрала нитки. Приступаю я, значит, калибрику к этому маленькому. Представляете, 15 оттенков. Здесь работа 44 на 44 крестика. А ниток 15. 15 оттенков ниток. И ниточки вот такие вот коротенькие. Представляете, так странно для Dimensions. Такие коротышки. Натянулась канва у меня на пальцы норги вот эти маленькие. И что? Нужно мне сейчас пронумеровать здесь схему. Ну, все, поехали. Потом нужно будет разобраться еще, как собрать все это дело. Чтобы было все аккуратненько, красивенько и ровненько. Утро следующего дня, 17 число. На часах 8-20 утра. Я вчера не показала вам красотульчик, которая получилась. Ну, так. Так себе получилось. Ну, для первого раза, я думаю, сойдет. Очень даже ничего. Так, пошла, покажу я вам сейчас калибр. Я вчера повышевала немножко калибр. Вышила я вчера не так много, но, ну, ничего, сойдет. Белым видно чуть-чуть, чуть-чуть видно. В общем, крылышки и здесь белый, и здесь белый. Белым закончилось. Сейчас по схеме покажу. Вот все, что карандашиком я вчера вышила. Сейчас вот нужно ВИ вот эту взять, вышить. Потом крестики вышить. Так что буду потихонечку ее продвигать. Очень классно все-таки. Вот эти маленькие работки очень удобные. Взял в руку. И так, когда, в общем, сидишь, тихонечко вышиваешь. Не надо особо сильно там в схему вникать. Не нужно вот это вот все большое держать. И, не знаю, прикольно. Не прикольно то, что, наверное, Аида, я так думаю, 14-я здесь крупная. И вышиваю я в одну ниточку. Вот это, конечно, так себе. Доброе утро, воскресенье. Вот и Пасха наступила. Поздравляю всех православных христиан с таким великим праздником. У свечи какой красивый орел, посмотрите. Птички так чирикуют. Воскресная прогулка у нас. Все-таки решили мы выползать понемножку. Тяжело, тяжело сидеть дома. Очень тяжело. На часах у нас 9.42. Аккуратно, Адрян. Еще прям утро-утро. Люди вот нас обходят стороной. Держим дистанцию. Тяжело сидеть дома. 19-я, да, по-моему, сиделось. Ой, не знаю. Вроде 19-я или 18-я. Тяжело сидеть. Уже, знаете, по-дому даже ходишь. Уже такая ленность. Такая отдышка какая-то внутренняя. Уже по-дому. Представляете? Уже засиделись. Физической нагрузки никакой нет. У нас даже вот эта мадам, вот эта вот мадам, которая у нас очень-очень худенькая, даже она стала поправляться. Поэтому надо исправлять это дело. Будем ходить по нескольким километрам в день ежедневно. Каждый день? Каждый день, да. После учебы сразу на прогулку, а потом со свежими мыслями будем делать уроки. У нас погода налаживается сегодня. Вот пасмурно. А вообще на следующей неделе температура будет подниматься уже до 33 градусов. То есть у нас пришла прям жара. Ночью будет 17-20. То есть прям так совсем жаркенько. Судя по парковке нашей, люди все-таки стали больше выезжать на работу, скорее всего, да. Но наши соседи все сидят дома. Все купуют дом. Так что будем вот так вот ходить. Ну, как вы понимаете, да, у нас ходить, гулять можно, потому что нету абсолютно никого. То есть мы встретили только вот одну пару, и все. И больше никого нет. Ну, она была вообще там на другой-то другой стороне. Вот апельсинки положили. Книжки. Книжки. Мне кажется, я показывала не один раз, что у нас такие домики стоят. Вот такие вот. в каждом районе по несколько штук. И сюда можно принести, оставить свои книги ненужные. А кому надо, тот придет, возьмет эти книги почитательные. Классная вещь. А здесь и еще там. И еще в одном месте. И вот так вот. Птичка пролетела. Вот так вот апельсины выкладывают. Вот у нас сезон же. И можно взять апельсинки. Кому нужно. Какие красивые. Это кто? Пиона. Видный рост. Какие у них краешки красивые. Обалдеть. Вот там красивые. И вот здесь яркие такие. Какая красота. Но здесь вот красиво, конечно, вот эти краешки. Очень симпатичные. Посмотрите, с одного и того же пуста идет более темная, желтая такая розочка и светлая. Обалдеть. Показать вам, как они растут. Лимончики. Лимонное дерево. Смотрите, какое усыпанное. Он упал, да? Да. Ну хорошо. Вот тут валяется. Красота. Какая классная. Класс. Смотрите, какие огромные. Это, наверное, уже грейпфруты, да? Не соспели еще. Такие прям в бубочке. И вот апельсинки или мандаринки. Красота, конечно. Смотри, какие цветочки. Яркие очень цветочки. Сейчас я зум уберу. Уже такая поляночка красивая. Так классно. Никого. Представляете? Вообще. Красивых крышей. Да. Очень прикольно. Тишина красота. Мамам. 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 Тишина. Мамам. Мамам. Итак, продолжаем. У нас сейчас дня. Все еще воскресенье. Я все свободно. И буду вышивать. За вчера я прилично вышила. Калибри у меня практически уже есть. Ну, как практически. Калибри у меня есть. Стала вышивать фон. Сейчас вот такой вот фиолетовый, бледненький фон буду вышивать. В общем, теперь фоновая часть и всякие зеленюшки. Там будет больше всего намешано. Ну, будем потихонечку ковырять. Доброе утро. На часах 9.20. И сегодня 23 апреля уже. Я выпала. Я просто выпала из жизни. Как-то я не знаю, что случилось. Ну, в общем, я не вышивала. Да, вот что случилось. Не вышивала. Показывать было нечего. Вчера я взялась за этот топ, который я вяжу для Дианы. И, в принципе, мы вчера померились. Я его уже вот отвязала резиночку. Здесь закрываю край. Криво косо. Нитки торчат. В общем, ладно. Будем как-то это исправлять. Как, не знаю. Посмотрим. Не получается у меня красиво закрыть. Вот. Но, ладно. Первый опыт, он такой. Ничего страшного. Вот. Я выпала. Не вышивала два дня. Вчера вот взялась. Довязала я буквально чуть-чуть еще лицевыми. Стала закрывать резинку. Сегодня с утра вот резинку сделала. И уже закрываю петли. Мне осталось половину. Решила заснять. Иначе опять ничего не засниму. Потом мне нужно будет набрать назад петли, да, рукава, разобраться с рукавами. И, в принципе, все. Топ для Дианы будет готов. И чему я безумно рада. Вот. У нас активно идет учеба. Мы боремся с Адрианом. Учимся читать. Прям для меня это вообще катастрофа. У меня такое ощущение, что полгода он в школе ничего вообще не делал. Фигней страдал. Так что сейчас бой с ним активный. Попробую я сидеть рядом и вышивать эту калибри. Она вроде небольшая. Вот. Но. Не знаю. Идеально подойдет вязание. Под это дело. Но вязание, как видите, все. Вот эта легкая нудная часть. Она бы мне сейчас как раз пригодилась. Но все. Заканчиваю я. Вот. Надо будет посмотреть что-то новенькое. Чтобы, ну, в общем, начать вязать. И также, если будет такой, ну, просто обычный рисунок, то можно будет сидеть с ним вязать и учиться читать на английском языке. Вот. Так что бой. Просто активный бой у нас идет с ним. Я прям вообще... Я не знаю. Я не знаю. Насколько, блин, умная Диана. И насколько, блин, тупой Адриан. Это просто... Я понимаю, что о детях так нельзя говорить. О своих тем более. Но, блин, надо констатировать факты. Я из тех мам, которые, знаете, не будет там говорить. Ой, у меня ребенок самый лучший, самый умный, самый классный. Я говорю все как есть. Если Диана молодец, старается. Если она у нас умница, красавица, вот. То Адриан у нас... Вот. Мы будем с этим активно бороться. Пока время еще совсем не упущено. Хотя, мне кажется, уже все упущено. Блин, в мае шесть лет уже будет. Шесть лет. Через месяц. Это ж... Это ж вообще... Вот, поделилась своими эмоциями. Я такая немножко вот на взводе была эти дни. Поэтому, наверное, еще тоже не снимала. Красивый, да? Туда, туда. Направо. Мы вышли на прогулку. Людей. Кто-то там есть возле дома ходит. Вообще никого. Один-два человека. Мы встретим, и все больше. Никого. И хотел сказать, что у нас постепенно открывают территорию. Открыли парки, но не все. Следующий этап будет открытие церквей, кинотеатров. В общем, такого всего, где не собирается единовременно больше 50 человек. Но вводят, по крайней мере, у нас... Ну, как бы город делится на районы, да? И один из районов сегодня в ночь объявил, что вводят обязательное ношение масок. То есть ты можешь ходить гулять, но маска должна быть обязательной. Мы ходим без масок пока, так что посмотрим, что будет дальше. Счастливый ребенок на гироскутере. Мы сейчас музыку еще выключили. Мы вообще с музыкой еще сидим. Телефон у меня подсоединен. Я включаю музыку, и нам весело, в общем, гулять. Да, Диана танцует. Тиктокер и лайкер. Аккуратно, не упади там он. Не упади! Ага. Хитрая какая. Сейчас все равно шлеп. Да. Ой, в общем, так классно погулять. У нас жара. У нас наступила жара. Второй день прям тяжело. Ну, как тяжело? Просто сухой такой прям воздух. Надо пить очень много воды. Прям чувствуется и по коже, и... Ну, в общем, по всему чувствуется, что пришло тепло. Сейчас, наверное, 25. А на часах у нас еще утро. 10.30 Диана отзанималась. Мы с Адряном пока не сели. Вот решили прогуляться. Сейчас придем и сядем читать. Учиться. Ну, что ты? Спасибо. Какое дремучее место. Дети вообще неприученные, абсолютно неженки. Вот. Что-то еще хотела сказать. Дома не записала. Потом выключилась. Хотела что-то сказать и забыла. Про режим сказала. В общем, не знаю. По городам разная ситуация. Ой, все. Шуршит. Нас явно откроют не совсем скоро, но парки открыли. То есть, по-моему, в ночь на вторник было то, что нужно открыть в парке. Парки открыли. Но куда мы вот ездим, допустим, на рыбалку в горы, там закрыто. Хотя там вообще, да, то есть здесь скопление людей в парках гораздо больше, чем там в горах. Туда как бы не все поедут. Вот, не знаю почему, хотя нам бы вот наоборот бы, там бы открыли. Было. Там было скорпионов, которые есть, это, бяка. Какие скорпионы? Ну, ты знаешь, что это? Ну, первый раз, когда мы ездили на озеро, ты говорила, там были скорпионы. Не помню. Хватит. Камни. Я ее для красоты возьму. Не надо тебе ничего, положи камушек. Нет, пришли в камни. Люди украшают, а ты камни забираешь. А культом красивый. Ну, не знаю, я не знаю. Здесь какие-то не очень симпатичные дома. Все, готова. Родна готова. Мадам. Вот там люди в масках, тетя. Еще один. Ладно, пошли мы погуляем. Если что, вспомню, еще включусь. О, летучек закончилась, дучка. Сиропчик закончился, надо снять. Надо цветочки полить. И что хотела сказать. Хотела сказать то, что у нас с завтрашнего дня... Ой, кругом все чирикуют. С завтрашнего дня у нас открывают пляжи. Ну, открывают пляжи для прогулок, езды на велосипеде. То есть на самом пляже сесть, засесть там со стульями, я не знаю, с какими-то покрывалами. Это запрещено. Также парковки остаются закрытыми. Не знаю почему. Так что у нас завтра 24 апреля и у нас открывают пляжи. И также только что посмотрела, выступает губернатор у нас штата нашего Калифорнии. И у нас вчера был самый смертоносный день с начала коронавируса. За вчерашний день в Калифорнии умерло 115 человек. Вот. Поэтому, блин, не знаю. Вроде бы открывают. Хочу вам показать. Вон там вот, вот эта маленькая точечка, это калибричка сидит. Вот эта вот маленькая там крошечка с длинным носиком. Вот. Так что я не знаю, зачем они открывают. Как бы потом еще в худшую сторону нам это не обернулось. Конечно, надоело сидеть дома. Конечно, в такую жару это все очень тяжело. Вот. Ну, посмотрим. 115 человек за вчерашний день умерло. С учетом того, что мы 16 марта сидим на карантине. Сегодня 23 апреля. И как бы... То есть, если там 2 недели вот эта вся адаптация, представляете, насколько оттянулось. То есть, полтора месяца прошло. Пока мы дошли до... Ну, пока это пик, считается. Я не знаю, пик и пойдет он на спад или не пойдет он на спад. Но как бы... Как бы печальная статистика. Вот. Посмотрим. Надеюсь, что это был вот прям действительно пик и все. И мы пойдем вниз. И уже все будет хорошо. Бассейн стоит. Спортзал стоит. Как же я хочу спортзал. Вчера вечером люди у нас вышли вот здесь. Я не знаю, семья, человек 15 вышли. На них, конечно, ругались. Потому что у нас... Ну, вот в этот мини-парк, который тут ходит с собачками гулять там, да. И вчера ругались люди. Типа, что вы выперлись, короче. Не знаю, как они на это будут влиять. Я очень хочу спортзал. Очень-очень. У меня домашние тренировки. Они для меня реально как мертвому припарку. Мне нужна серьезная нагрузка. Мы ходим по часу сейчас гуляем. Проходим довольно приличное расстояние. Но маловато. Маловато. Стала сейчас серьезнее контролировать свое питание. Потому что как-то все подрасслабились. Вот. И, в общем-то... Вот такие вот последние новости. Вам рассказываю. Сейчас сниму эту баночку свою. Надо пойти помыть. Каждый раз ее мою. И каждый раз образуется вот такой вот грибок. Представляете? Поэтому бутылки надо очень тщательно мыть. Иначе все вот эти птички-летучки маленькие. Она так и сидит на том же кустике. Они погибнут, к сожалению. И некоторые люди не моют, заливают просто. Где ты была? Все, сейчас не найду. Люди просто наливают сироп. Причем покупают готовый. У нас готовые они пить не стали. Приходится варить. Ну, просто обычный сироп. Сахар, вода. Вот. Все. Наговорилась. Опять я взяла. Наверное, впервые. Я не знаю, за сколько. За пять дней. Сегодня у нас двадцать пятая суббота. Понимаю, что вообще вышивку не показываю. Взяла сегодня вот впервые. Хотя время уже у нас обед. Но взяла. Взяла и вышиваю. Я что сделала? Я, значит, когда вчера, позавчера, да? Позавчера? Да. В четверг вечера у меня откололся зуб, который я должна была лечить в конце там марта. Да, но все отменилось. У меня откололась часть зуба. Я решала эти вопросы. Никто сейчас не работает. В общем, пока мне ходить с отколотым зубом, и я не знаю, сколько. И это как-то вообще... В общем, сегодня я опять без настроения. А без настроения я, потому что у нас очень жарко. На меня все-таки пагубно влияет жара. Наверное, для кого-то хорошо. Но для меня комфортная температура все-таки до тридцати градусов. А когда тридцать три в тени... Ну, извините, это как-то не очень. Не знаю. Сегодня, видимо, я уже... Ну, вот сейчас полвторого. И самый пик. Уже работают все вентиляторы в доме. Я думаю, что сейчас буду включать кондиционер. Я хотя бы немножко оживу. Потому что когда очень жарко, моя трудовая активность падает просто на ноль. Я вообще апатична ко всему. Я начинаю злиться. Плюс лишние килограммы. Они тоже сказываются в эту жару. Блин, все плохо. Вот у меня сейчас такое настроение, что все плохо. Я тут со злостью, значит, сейчас накатала письмо в наш офис. Потому что... Что? Потому что, блин, задолбали. У нас, значит, ландри, это где вот все стираются. У нас же нету стирок внутри квартир. Кстати, вот мы задумались вчера о том, что надо купить там стиральную машину. Хотя это запрещено. Но все-таки мы решили, что будем подпольно. Но поставим, скорее, всю эту машину. Потому что я тоже задолбалась ходить в эти стирки. В общем, понимаете, стиркой пользуются все. Извините меня, полтора месяца мы сидим на карантине. Как бы стираться в любом случае все ходят. Общедоступное место, где нету никаких стерильных там... Ну, в общем, ничего нету. Даже обеззараживающих салфеток. Ничего там нету. Просто идешь на свой страх и риск. И при этом закрыт спортзал, в который, извините меня, из огромных комплексов 300 квартир, 300 с чем-то, да, квартир. То есть в стирку ходят по-любому все квартиры. Ну, если кто-то подпольно там не поставил. Но, опять же, это единицы, кто поставил эти машинки. Ходят 300 квартир, допустим. В спортзал, ну, максимум, может быть, с 50 квартир насобираются люди, которые ходят в спортзал. Скажу вам честно, мы живем вот прям окна в окна в спортзал. И когда ходишь в спортзал, там встречаются одни и те же люди. И они не так часто встречаются. Они встречаются тебе вечером, в основном, да, после работы. И я не понимаю логики. Значит, стирка работает, потому что, ну, это как бы жизненная необходимость получается, да. И проходимость огромная. А спортзал это как бы нежизненная необходимость. Но туда и ходят единицы. При том, что там всегда стоят дезинфицирующие салфетки. Блин, поставьте их возле каждого аппарата. Там всего, блин, два эллипсоида, две беговые дорожки, один велосипед и, блин, несколько этих снарядов. Все, там больше нету ничего. В общем, я сегодня со злости накатала им письмо. Но, блин, короче, я очень злая, потому что я хочу в спортзал. Меня раздражает мой лишний вес. Я его сильно реально ощущаю. И мне, у меня он бесит. Я начинаю злиться, злиться в первую очередь и на себя тоже. Потому что я их нажрала, никто другой из-за меня их не нажрал. И, в общем, все плохо. Все плохо. Настроения у меня вышивать не было абсолютно никакого. Вот. Сейчас взяла. У нас как бы карантин вроде бы не продляли. То есть стоит 27 апреля. Мы должны выйти из карантина. То бишь через два дня. Но по факту, естественно, никто не выходит. И почему-то у нас карантин не продлили. Ну, нету продления карантина. Вообще странно. В Лос-Анджелесе до 15-го продлили мая. Мы не продлили, но как бы открываться никто не хочет. Я говорю, вот тоже мужа с утра. То есть здесь у нас снимают карантин 27-го числа. Он заканчивается, по сути, в понедельник 27-го. Мы должны поехать в школу с утра. Логично? Логично, если карантин закончен. Но никто же никуда не едет, потому что нам прислали расписание на следующий день. Занятия онлайн. Как-то тоже непонятная ситуация. Пляжи сказали, что открыли, но на самом деле не открыли. Они пока все закрыты. И вроде как с 1-го мая откроют. Но обязательно с 1-го... Ой, улетела. Обязательно с 1-го мая всем ношение масок. И на пляже тоже. Тоже идиотизм. Вы просто... Ну, наверное, не все поймут, но на океане, когда бы ты, в какое время суток, в любое время, дня, ночи, лето, жара, пик, самый, я не знаю, в любое время, ты находишься возле Тихого океана. У него название Тихий. Я не знаю, почему он вообще абсолютно не Тихий. Там все время дует. Там все время сильно дует ветер. Там даже если будешь стоять напротив с человеком, разговаривать, и, я не знаю, плеваться слюной, то эта слюна быстренько слетит куда-то в сторону. Ну, я усугубляю, конечно, ситуацию. Но странно как-то. При огромном ветре, и это же реально на тебя должны как-то... Ну, вообще, не знаю. Не знаю. Наверное, мы уже все пересидели. Начинаю тоже злиться от того, что мы сидим, и жара невозможная, и, в общем, все. Мне вот... Откройте мне, пожалуйста, спортзал. Я буду хотя бы с утра и вечером занята, потому что мне реально сейчас нужно будет ходить два раза в спортзал, и никак иначе. И я знаю, что спортзал... Он... Знаете, у спортзала, у занятий спортом таких серьезных, да? Ну, как серьезных, просто обычных. Вот. Есть парадокс. Ты как бы устаешь, но при этом у тебя появляется огромное количество энергии. Я не знаю, откуда она берется. И я уже не один раз замечала, что когда я хожу заниматься спортом, я гораздо больше дел делаю в день, чем когда я туда не хожу. То есть получается, что ты целый час тратишь на спортзал, плюс там душ туда-сюда, у тебя полтора часа уходит в любом случае на весь этот процесс. Но при этом за день ты успеваешь делать гораздо больше дел. А так ты сидишь эти полтора часа неизвестно где, и в общем тебе все лень, иди апатия. Ко всему точнее апатия. Ну, вот, я выговорилась, выговорилась, просто мне это необходимо было. Я извиняюсь, что я такая вот в этом блоге болтливая, малопродуктивная. То есть я даже малявочку вот эту вышить никак не могу. Но все, берусь. Сегодня я вышиваю, потому что ничего мне делать не надо, абсолютно вообще ничего. Мы с Адрианом выучили азбуку, мы начинаем читать. У нас быстро как-то пошел прогресс, он сопротивлялся первые сутки, сильно сопротивлялся. У нас прям вообще тяжело все шло. Вот, потом вчера и сегодня с утра у нас вообще прям на ура все пошло. Я не знаю, у него какой-то переломный момент случился или что. Не знаю, что случилось. И прям хорошо пошло, тфу-тфу-тфу. И вот это тоже сказалось, да. То есть нужно было много времени этому уделять. Это тоже стресс и для него, и для меня, в общем, для нас обоих. Вот, ну, вроде как наладился вот этот вот процесс обучения. И в любом случае у нас получается, что он час где-то занимается, иногда полчаса, иногда час отдыхает. Но сейчас вот он мне все идеально с утра рассказал, поэтому на субботу у него амнистия практически до вечера. Вечером он мне расскажет, что он там выучил. Вот, то есть повторит мне. Вот, так что все как-то навалилось, навалилось на меня в конце апреля. Вот, и посмотрим, что будет. Статистика растет, люди умирают. Ждали все пик, я не знаю, там пару недель назад, но пик вот-вот он, походу, этот пик. Так, значит, Сан-Диего что объявил по школам? По школам сказали, что пока ситуация не будет стабильна или не пойдет на снижение на протяжении двух недель. То есть две недели должна сохраняться либо точно такая же ситуация, либо она должна пойти вниз. Только после этого они будут думать о открытии школы. Посмотрим, не знаю, что будет. В общем, будем следить за новостями. Вот, а пока, пока все. Давайте по ушиваю, наверное. Вот. Я слегу! В воскресенье. В воскресенье же. Да, воскресенье, 26 число, теряешься, да, когда сидишь дома, теряешься совсем абсолютно. Я вчера, как вы видите, повышевала, но совсем мало, прям совсем мало. И опять бросила вот в таком вот состоянии. Вообще часто так стала делать, прям бросать, не заканчивать, нет. Ну, это вообще прям катастрофа. Я сейчас перебралась на балкон. Жарко, душно здесь, не знаю, сейчас посижу, если будет так же душно. Вообще, как бы, должно поддувать, но не факт. Но не факт. В общем, мы пока выбрались с кофеечком. По кофеечком в кустах сижу. Стол у нас, конечно, тут безобразный, да, от дождя, от всего он так облупился. Но да ладно, для балкона пойдет. Но так эстетический вид, конечно, не очень. Вижу немножко бассейна. Буду сейчас наблюдать за летучками своими. Муж вчера здесь сидел на балконе и говорит, так подлетают классно. Они вот сюда вот подлетают прям и смотрят на тебя. Такие прикольные. Вот, так что все, нагулялись. Мы с утра сходили прогулялись. Ну, я думаю, что кусочки я там уже перед этим пуском вставила. Какие-нибудь. А вот, так что буду вышивать с кофеечком на балконе. Красота. Почти вышила угол. Осталось раз, два, три, три ниточки. Три ниточки и тут совсем чуть-чуть. Блин, она так быстро вышивается. Что я ее не вышивала, не знаю. А еще, знаете, уже конец апреля подходит, да. А у меня в середине апреля, кстати, был юбилей, пять лет каналу. И обычно у меня итоги года всегда в апреле. Ну, иногда в начале мая я снимаю. У меня сейчас вообще нет желания снимать, представляете. Казалось бы, надо подвести итоги этого года. Пусть и не сильно вышивальное, но все-таки есть итоги. И это как бы традиция. И что-то я сдусь. Надо собраться как-то с духом. И собрать все работы в кучу. И сесть просто заснять это видео. Потому что, ну, это не дело. Сейчас я упущу этот момент. А потом, а потом все уже. Потом уже только если в конце года за полтора года снимать. Ну, это тоже как-то странно будет. Сегодня постоянные включения у нас. Ну, потому что я... Я это вообще сейчас... Что случилось, вы не представляете. Я вышла, еще один цвет добавился, да. То есть я время зрения не теряю. Но при этом я заглянула в ВК. Я увидела схему, влюбилась. Тут же написала. Этот автор мне ответил. И я, короче, ее сразу же купила. Понимаете? Это любовь. Такого давно не было. Давно не было. И так неожиданно. Прям даже странно для меня. Что я прям так сразу, ух, влюбилась, купила. Там маленькая схемка. И вроде как она есть в саде. Что упростит вообще абсолютно все. Так что, возможно, нас ждет новый старт. Потому что это откладывать точно нельзя. Там 90 на 90 крестиков. Там маляпузька. Так что скоро покажу. Утро 27. И вроде бы как у нас сегодня снят карантин. Но что-то пока незаметно. Ничего незаметно. Я вчера повышевала. Сегодня буквально пару цветов сейчас вышло. На часах у нас почти 9 утра. Поэтому я сейчас буду все это дело откладывать. Быстренько сейчас приберусь. 9.30 у Адриана занятия. Значит, осталось два цвета. Ну, то есть осталось вот как бы сейчас на полчаса именно. Мне остался полукрест вот этот вот. И вот полукрест. То есть вообще вот два пятнышка и все. Так что сегодня мы с вами точно закончим эту работу. Дианка вывернула ногу. У нас пару дней назад подвернула. Вчера мы сходили погуляли. Она более-менее там на гироскутере еще покаталась. Но на гироскутере напряжение как раз таки идет именно на... Ну, в общем, на сустав. Да, и когда ты едешь на гироскутере, то есть ты стоишь, ты ловишь равновесие, потом нажимаешь на носочек, едешь вперед, нажимаешь на пяточку, назад. И то есть все напряжение идет именно вот на ступню, да. В общем, вчера накатались. Видимо, сегодня прям вообще очень сильно хромает. И по ходу дела остаемся. Мы сегодня дома, чтобы нога была в покое. Так что на прогулку мы сегодня не пойдем. Сегодня будем заканчивать эту работу тут буквально чуть-чуть. Потом разгребаться, как всегда, с уроками до обеда. И что, хочу закончить Дианин топ. Я вам сейчас его покажу. Я, блин, я такую ошибку совершила. Я вот сейчас только начинаю вспоминать, что... В общем, Диана померила топ, и резинка очень-очень плотная. Я еще такая, когда вязала, думаю, что она такая плотная, она не такая, как вот эта резинка. Думаю, ну что же с ней такого нет, ну и что не так с ней. И все уже связался, закончила, набрала, кстати, я тут рукавчики, провязала их чуть-чуть. Надо их тоже будет заканчивать. И здесь тоже нужна такая же резинка. И тут до меня доходит, что мне нужно было петли в два раза увеличить их количество сначала, представляете? А потом, естественно, убрать. И я такая думала, блин, поэтому она у нее такая вообще, ну вся в этот, в натяжку, да? В общем, я заканчиваю вот этот, ну, нужно до конца месяца как бы хочу закончить. Я вот эти рукава сделать. Я сделаю этот рукав. Я, не знаю, скорее всего, сделаю второй, но не факт. И мне надо как-то распускать я эту резинку не хочу, потому что пряжа, она как бы сама по себе, ну, не фонтан, да? Если я ее распущу, она еще будет, ну, в общем, она вообще потеряет форму. И будет некрасиво. Я хочу это дело обрезать. Я никогда не обрезала пряжу. И для меня это, знаете, как-то говорят, ну, я вот это вот отрезала и начала набрала заново. Чего набрала? Где набрала? Как набрала? Откуда набрала? Как эти петли набрать потом? В каком месте резать? Для меня вот это дикий ужас. Мне нужно будет посмотреть видео. Я надеюсь, есть видео на ютубе, как отрезать пряжу. Потому что для меня я пока, то есть даже вот логически, у меня, конечно, есть цепочка, в принципе, как это можно сделать. Но это очень такая, ну, в общем, мутная схема. Потому что я боюсь, как это отрезать, а где я потом этот конец найду. А где я эти, ну, петли, ладно, там можно, наверное, их подцепить, насчитать, ну, как бы все собрать петли назад. Вот. А где этот край, где этот край крепить потом? Что за ним делать для меня пока? Это так все странно, страшно. В общем, нужно исправлять низ. И раз уж исправлять низ, так как мне длина не понравилась, мне хочется еще увеличить. Я буду довязывать еще, ну, сантиметров пять точно я довяжу. И плюс резинка вот так вот я буду делать. Если уж я решусь обрезать вот это, то надо. И вот такое. Хочу до конца месяца все-таки закончить. 27 число с вышивкой сегодня закончим. А новую схему мы начнем уже в мае. Чтобы, ну, не знаю, прям 1 мая, может быть, и начнем. Чтобы у меня было во влогах какие-то продвижения, работы. Ну, там небольшая работа. Плюс в саге есть, я думаю, будет несложно. В общем, вот так вот. Я тут вообще накосячила, по-другому не скажешь. И даже ведь не вспомнила, понимаете. Я понимала, что что-то вяжется не так. И даже вот не подумала об этом. А сейчас вот на рукавчике я поняла, что да, я такую ошибку совершила. И что? Хорошо еще рукава не сделала ведь. Потому что я могла додуматься. Вот, так что пошла я быстренько сейчас разберу тут все. Сделаю божеский вид, потому что Диана у нас занимается в комнате. Мы с Адрианом занимаемся кухней-зал. Потому что у нас все это совмещено. Все, сделаю включение попозже. Ну что ж, время 12.23. 12.30, хотела сказать, еще нету. Я закончила все крестики, полукрестики и остался бэкстич. И один фрузелок в глазе. С бэкстичем будем разбираться, потому что все черно-белое здесь. И там написано, в общем, где каким цветом делать. И пока мы снова откладываемся, потому что скоро занятие у Адриана. Следующий день. Сейчас 44. 28. Вторник. Я закончила птичку. Боже, как тяжело она мне дала. Прям через силу я себе заставила. Думаю, ну все, бэкстич остался. Ну уж куда там откладывать-то. Причем вчера я бэкстич уже вот здесь вот сделала. В общем, добила. Добила я птичку. Нужно разобраться. Или на ютубе, может, посмотрю, как собирать. Ниток в наборе, я не знаю. Ну, 18 таких калибров. Ну, тут реально прям, ну еще штук-то 5 таких калибров точно можно вышить. Что Диана сказала? Ну, и мне тоже самой как-то не этот самый. А что, говорит, она такая бледная? А, говорит, это, говорит, этот зад работает. Потом такая смотрит на зад. Нет, говорит, не зад. А чего она такая бледная? Говорю, ну вот такую вот задумали в одну ниточку. Поэтому она такая бледная получилась. Вот, не знаю, нравится мне это или не нравится. Пока не пойму. Наверное, пока готовый результат не увижу в раме и не пойму. Вот, но удалось как-то тяжело. В связи, наверное, вот совсем просто с моим эмоциональным таким состоянием. Вот, я думаю, что выберемся мы погулять. Я вчера вечером не поехала на пляж. Ну, сначала я вчера вечером собиралась поехать на пляж. Пляжи у нас открыли. А поехать я туда собиралась. Потому что у нас, у наших берегов сейчас планктон вот этот вот, который светится неоновым, да, вот этим голубым цветом, да, волны, в общем, все такие красивые, безумные. Я сижу дома и думаю, я такое явление вообще просиживаю на попе ровно. Вот, и полезла в интернет, значит, посчитала, где лучше всего у нас на побережье это видно. И, в общем, люди везде написали, что, типа, ну вот. Ну, получается, не вот этой ночью, а прошлой ночью, типа, уже было такое максимальное сияние, что сегодня уже такого не будет. Потому что явление длится буквально, там, может быть, пару ночей. Вот, и я такая думаю, ну ладно, не поеду. Там не запаркуешься, потом тут возле дома не запаркуешься. У нас косяк в этих апартментах, что мы за паркинг платим, но у нас нету прикрепленного паркинга к апартменту. То есть мы платим деньги за парковку, но при этом, если все занято, паркуйся, блин, на улице. Ну, тоже как-то. Естественно, если я приеду в 10 часов вечера, не факт, что я найду место на парковке. С учетом того, что все-таки карантин, и все сидят дома. И не поехала. Почитала людей и не поехала. И зря я это не сделала. Потому что было очень красиво. Ну, очень. Две ночи было красиво. Я не знаю, сегодня соберусь или нет. Хотелось бы, конечно, собраться. Потому что действительно очень редкое явление. Я вставлю сейчас, может быть, кусочек видео. Не знаю. Там у нас в группе в фейсбуке выкладывали. Но я если 15 секунд отрежу, чтобы меня там за авторские права никто не... В общем, не наругал меня за авторское право. Или где-нибудь сейчас вот здесь вот в уголочке вы увидите. Вот в этом уголочке, да. Вот это вот видео. Это так красиво. Это просто безумно красиво. Блин, в каком классном месте мы все-таки живем. Это просто что-то невероятное. Вот. Если не соберусь сегодня, тогда либо завтра, либо послезавтра, я думаю, что я все равно доеду до океана. Ходить гулять там можно. А походить погулять у нас там классно, красиво. Поэтому можно и нужно выползать. Потому что знаете, что происходит сейчас? Происходит та самая вещь, когда я пересидела дома. И мне тяжело куда-либо выходить уже. То есть я вообще, в принципе, человек такой домосед. Мне никто не нужен. Мне не нужно никакое ни общение, ничего. И чем больше я начинаю сидеть дома, тем больше я начинаю получать удовольствие от этого. И тем сложнее мне выходить из дома. А это очень плохо. Раньше в такой момент меня спасала вышивка. А сейчас даже она не спасает, потому что вышивать, честно, не хочу. Вот. И надо как-то себя заставлять уже выбираться подальше. Потому что прогулки возле дома, ну, блин, все мы понимаем. Вышел возле дома, погулял, да? Я это делала, вот как дома хожу, блин, в этих спортивных штанах, в футболке, так и пошла гулять. Я уже тоже расслабилась, конечно, с этой Америкой. А когда куда-то выезжаешь погулять, ну, естественно, ты хотя бы оденешься, накрасишься, там что-то такое, да? Вот. И это уже такой сложный этап для меня становится. И что? Это ж надо что-то делать. Вообще нужно, конечно. Мне нужно машину съездить, помыть, потому что она стоит на приколе уже, я не знаю, сколько времени. Надо ее помыть, потому что пыльца летит. Она вся такая же стоит в желтой пыльце. А это очень-очень плохо для машины. Вот, собственно говоря, вот так вот, поедем с вами на днях гулять. Надо выползать, надо выбираться. Заедем, может быть, посмотрим тоже как-нибудь, открыли ли старый город, открыли ли у нас прибрежную часть в даунтауне, в центре города. Надо, надо выползать. Иначе все, иначе все плохо. Да, долго человек не может дома сидеть, это однозначно. Вот, так что закончила я калибр, чему я безумно-безумно просто рада. Сейчас буду разбираться с вот этой вот инструкцией, как что-то, что тут собирать. Но я поищу сначала на YouTube, да, потому что если есть видео, вот это переводить, читать, естественно, я не буду, потому что когда наглядно все показано, вот это все не имеет смысла. Вот, такие вот у нас дела. Собрала я ее, собрала. Оказалось, это все очень легко. Ну, прям вот очень легко. Единственное, что я думала, что у них сзади есть подставка почему-то. Почему я так думала вообще без понятия. Ну, вот так вот выглядит. А мне почему-то казалось, что должна быть какая-то подставочка, чтобы работа могла стоять. Она небольшая и на комоде смотрелось бы очень здорово. Я не знаю, как я ее буду снимать. Она вся жутко отсвечивает. Ну, и видео я там начало-то снимала. Надо доснять и конец. Немножко там поднатянула на двухсторонний скотч. Скрадывают. По спорту скрадывают рядочки крестиков. Ну, ничего страшного. Натянула как смогла. Снизу немножко кривовато. Ну, ладно. Ну, ладно. Что получилось, то получилось. Получилось очень красиво. Очень красиво. С учетом того, что у меня на балконе живут эти маленькие прелести. Вообще шикарно. Так что однозначно еще буду такие работы покупать и вышивать. Очень красиво, очень нежно смотрится. Модель моя готова. Все. Рукава сделаны. Низ переделывать не стали. Диана сказала, нормально все сойдет. Длину тоже решили оставить. Вот так вот получилось. Ну, единственное, что вот здесь, конечно, пошире. А здесь так узенько-узенько. Ну, ничего. Смотрится симпатично, да? Как тебе? Супер. Мама как смогла. Мама как смогла. Сама аж в шоке. Мне так нравится вообще, что я сама смогла сделать. Просто вообще. Ну-ка, попой повернись. Ниточку надо убрать. Ну, Диана, тут как обезьяна. Ниточки надо убрать еще. Там ниточка, тут ниточка. Задирается. Ну, стой, попа. Стой. Ну, длину не надо, да? У нас даже попа прикрыта. Единственное, что вот эта вот резинка. Но мне мама, так как она когда-то тоже вязала, она сказала, что резинку, если отпарить, она может немножко, ну, стать поменьше. То есть, она не прям в обтяг, там можно, но не сильно. Вдруг еще растянется, да? Класс, мне так нравится. Так, топ называется, не помню, как называется. Топ с ажурной кокеткой называется, если вбить на Ютубе. И там вылезет фото красивой девочки. Вот по этому мастер-классу я вязала. Если кого-то заинтересовало, напишите в комментариях. Я скину вам ссылку. У меня ушло 6 мотков. Ну, как 6, 5 с половиной мотков. Вот это вот у меня осталось. Плюс там что-то обрезалось. Вот, так что ушло 5 с половиной мотков. Вот этой вот пряжи. Cotton Light. 50 на 50 состав. Девочка 9 с половиной лет, худенькая. Еще пока худенькая. Так что вот столько у меня уходит. Те, кто вяжет, если нужно, напишите. Я вам скину ссылку. Это первое мое изделие. Там все нормально расписано. То есть все понятно. Так что разберется даже новичок, который вообще не умеет абсолютно вязать. У нас сегодня 30 число. Заканчиваем мы влог. Но я закончу на красивой ноте. Мы сейчас поедем на океан. Но начну я вот с такой вот удручающей картинки. В общем, я вчера сегодня, в общем, накидала вчера. Заказать хотела сегодня детям постельное белье. На сайте Икея. Я посмотрела, что в России работает Икея. И совершается доставка. Думаю, блин, мне нужно постельное белье. Решила заказать. И что вы думаете? На сайте, вот тут вот, вот, должен быть календарик, где там смотришь доставку. Календарик не работает. Ну, я думаю, ну ладно, ну там в течение недели, пары недель они мне доставят мой заказ. Мне, я совершила свой заказ. Мне на почту пришло уведомление о том, что мой заказ будет доставлен, знаете когда? 29 июня. Это просто капец. Я зашла там, можно было отменить. Я сделала отмену этого заказа, но подтверждение мне не пришло. То есть подтверждение о заказе мне пришло на 29 июня. А вот подтверждение о том, что я отказываюсь от заказа, не пришло. В общем, будем ждать. Но что-то это прям безобразие. То есть в России нормально работает, у нас нифига не работает. И сейчас Диана занимается. У нас время полдесятого. Ей осталось там еще 15 минут. У нас сегодня как бы короткий день, только китайский. У Адриана нет занятий. И мы выдвигаемся на океан. Как и хотела я, как и говорила вам, что мы поедем на океан. И я... Что хочу сказать? Хочу сказать, что все, завтра 1 мая. И у нас опять закрываются парки и пляжи. Допрыгались. Были недели открытыми и снова все закрывают. Потому что пошла волна. И, ну, говорят там, инкубационный период 2-3 недели. Они смогли вполне спокойно, сейчас тесты у них хорошие. Они вполне спокойно смогли оценить ситуацию, что распространение пошло. И пошло довольно хорошо вверх. Увеличилась и зараженность, и смертность. И, в принципе, все. Будем сидеть дальше закрытые. И пляжи, и парки закрываются снова. Будем гулять только возле дома. И хочу не упускать эту возможность. Хочу съездить на океан. Прогуляться. Так что вот такие вот у нас дела. Ну, Икея меня сильно, конечно, расстроила. Мы так вчера выбирали. Детки выбрали себе постельное белье. Я не знаю там. В общем, у Адрианы с корабликом. У Дианы прям такая, знаете, Калифорния-Калифорния. Мы уже там пальмочки, все дела. Красивое постельное белье. Ну, собственно говоря, обломчик. 29 июня, это, конечно, ужас. Может, нас до этого момента откроют, и я все-таки сама туда схожу. Ну, в общем, ладно. Пошли мы сейчас собираться. Диана доучится. И поедем погуляем. Пока Диану ждем, решила ниточки для следующего проекта подобрать. Там всего 20 оттенков. Ну, у меня трех нету. Представляете? Нету трех штук. Сейчас посмотрю, вот в этом столе сверху есть они или нет. И придется, я не знаю, магазины рукодельные закрыты. Если только в Волмарте, Волмарт открыт. Я не знаю, остались там нитки какие-то или нет. Вот эта жужжалка тоже, блин, надоела. Так что, представляете, всего 20 цветов. У меня огромное количество нитей. И мне все время чего-то не хватает. Это прям катастрофа какая-то. Открыла я верх комода. Вот так вот это все дело выглядит. Нет, раньше было красиво, сейчас уже все. Я тут ковыряюсь и так. Ну, в принципе, они так и лежат в порядке увеличения. Но, не знаю. Давайте посмотрим. 543. Так, конечно. 700. Вот так я обычно ищу. Видите? 700. 500. Нету у меня 500. Дальше 600 пошли. Следующие 760. Заглядываем. 760 есть. Нету. 760 нет. Ту-у-у, как же плохо. И... 38,60. Тоже нету. А, есть 38,60. Ура, одну нашли. У меня еще вот такие вот пакетики с ниточками есть какие-то. Не знаю откуда. Представляете? Вот тут вот огромное количество ниток. Но! Но нету двух цветов. Ну, это же вообще, я не знаю. Безобразие. Вы посмотрите, нету ничего. Никаких ниток. Дети, пойдем. Ничего нету. Просто вот все, что рукодельное. Остатки какой-то ткани. Вообще, смели я в шоке. Девочки, вы просто посмотрите на это. Это же... Ну, естественно, никаких DMC здесь вообще мечтать. И даже можно забыть об этом. Пепет. Красота. Океаны и никого. Мне дом понравился. Прям вот все, что мне надо. В лесу и черный. Практически в лесу. Ну, практически. Классный дом вообще. Не знаю, но мне очень нравится. Да больше, он большой дом. Сейчас я его сфоткаю. Класс. Посмотрите, какого цвета коричнево-красного наши волны. Значит, все еще светятся. Все еще светятся они ночью. Но мы днем. На этой прекрасной ноте будем завершать этот влог. Всем спасибо за внимание. И всем пока-пока.